Приветствую вас. А вы знаете, а вы производите впечатление очень наивной девушки, вы производите впечатление очень такой девушки, которая живет, наверное, мечтами, которая живет и людьми. Вы производите впечатление девушки, которая не совсем, а, возможно, еще вошла во взрослый мир, к сожалению, да? То есть вы мыслите такими категориями, как за что он, так со мной, вот. А пытаясь нести до него, что он, там, к примеру, не прав, да, вот вы все-таки как бы пишете, вы это все как бы рассказываете, вот. И, понимаете, вот это все не создает такого ощущения, да, не создает такого чувства, что вы видите реальный мир таким, как он есть. Дело здесь совсем, ну, не в том, не в том дело, что люди могут быть такими. Не в том дело, дело немножко в другом. Дело в том, как вы, вот, вы себя сами позиционируете, да, как вы себя сами, значит, вот, репрезентуете, если можно так выразиться. Вот. Дело в том, что вы в своих, вот, в своем обсуждении, да, вы, ну, категорически не хотите брать ответственность за себя, за свои желания, вот, вот, категорически, категорически вы не хотите этого делать. Понимаете? Ну, вот. И вы пишете о том, что вы очень ранимая девушка, но представляете это так, как будто, это, знаете, ну, как будто это какой-то, вот, какая-то особенность вашего характера, я бы так сказал. Хотя, на самом деле, это не особенность вашего характера, а это результат, следствие вашего воспитания и, как бы, вот, в общем-то, это характер. Да, это характер. Но, это проявление характера, которое можно и нужно, в общем-то, менять, потому что, ну, потому что ничего хорошего не получится, если вы будете дальше так вот себя вести, если вы будете дальше так вот себя позиционировать, да, и как бы пытаться доказывать, там, например, тому же мужчине, что он не прав, то есть оперировать именно такими, такими моментами, да, вот. Понимаете? То есть, вы отказываетесь, в принципе, принимать человека таким, как он есть. Вы говорите, что вы его любите, но при этом пишете, что хотите вернуть отношения, какими они были прежде. То есть, вы хотите вернуть отношения, опять же, да, для себя. Это ваше желание вернуть отношения для себя. Это значит, что они, в первую очередь, нужны вам. Так? Вот. И это, на самом деле, очень такой важный момент, потому что, как бы, определение, да, выявление ваших потребностей и выявление ваших желаний, выявление того, что вы на самом деле хотите, является первоочередным. Здесь. Именно здесь. Вот. Смотрите. Значит, что вы пишете? Мне двадцать пять лет, я русский, мой мой парень, мне двадцать два года, он таджик, познакомился по переписке через нашего общего знакомого, общался на протяжении полгода, и потом он приехал ко мне сюда, в Россию, не первый раз уже живым. Живым мне всего три с половиной года, он заочно учится и работает. Смотрите. Получается, что мы познакомились с ним четыре года назад, когда он был двадцать один год. А почему-то вы познакомились с ним, значит, четыре года назад, но по переписке. У этого наверняка были какие-то свои причины, почему вы познакомились именно по переписке. То есть, почему вы знакомитесь по переписке с, ну, допустим, да, вот, с мужчиной. Да еще и через общего знакомого. Вот. То есть, почему вы не знакомитесь с мужчинами в реальной жизни, да, почему вы не знакомитесь с мужчинами в реальной жизни. Это вопрос. И вопрос достаточно серьезный такой, если можно так выразиться. Дальше. Вы пишите. До недавних пор все было очень даже хорошо, я бы сказал, на последнее время ему как будто подменили. Сначала. Вот в этом отрывке текста вы говорите о своих желаниях. То есть, вы говорите о том, что человек делал для вас. В этом отрывке вы говорите, что человек делал ради вас. Вы в этом отрывке описываете, что вы хотите, как бы, от отношений. В этом отрывке вы описываете именно данный аспект. Вот. Знаете, какая история. То есть, вы не описываете, вы не описываете своих чувств к человеку. То есть, такое впечатление, что вы с ним вместе, условно говоря, да, только потому, что он вот все вот делал для вас. Делал для вас все, что вы вот, ну, хотели, к примеру. То есть, все, что вам было нужно. Вот. И пока он это делал, да, он вас целиком и полностью устраивал. Вот. Но это, это довольно сомнительный такой момент, потому что получается, получается, что все у вас, опять же, построено на каких-то вот таких потребностях. Вот. Не на безусловном принятии, да, а на потребностях. При том, что вот вы говорите, что если он меня обидел, то он извинялся первым. Просто он извинялся, если он вас обижал, это, конечно, хорошо, но делали ли вы выводы из того, что обижались? То есть, когда он вас обещал, делали ли вы выводы из этого? Вот. Представляете, какая история? Вот. А мне почему-то, вот, знаете, кажется, что нет, мне почему-то кажется, что... Ничего, ничего, как бы, кроме, кроме, кроме этого, да, ничего нет, мне почему-то так кажется. Опять же, я могу здесь ошибаться, конечно. Вот. Но у меня такое вот, значит, впечатление сложило. Дальше. Так. То есть, вы сами из того, что обижались, да, вы выводы не делали и личную ответственность на себя за обиды не брали. Вот. Из хорошего мальчика он превратился в совсем другого человека. Понимаете, хороший мальчик, это, опять же, идеализация. То есть, вот, поймите правильно, это идеализация, когда вы говорите про хорошего мальчика. Вот. К сожалению, то есть, хороших мальчиков, да, не было. Ну, вот, в этом смысле, да, хороших мальчиков не было. А бывают, как бы, вот, люди, бывают люди, которые, ну, значит, проявляют характер, вот, условно говоря, вот. Бывают люди, такие, которые, ну, проявляют характер. Ну, вот. Но вы оказались, кстати, по всему, не готовы к этому характеру, ну, к проявлению характера. Понимаете? Какая история. Вот. И ещё раз повторю, что человека, человека, вы, судя по всему, идеализируете. Опять. Вот. То есть, таким, как он есть, не принимает. К сожалению. Дальше. Так, у него возникли проблемы на родине, и родные давят на него, чтобы он помогал им финансово. Брат его родной приехал к нам в город, он всё свободное время проводит с ним, мне почти не пишет, не звонит на работе. А также проводит очень много времени, думая только о том, как побольше заработать. Но это логично. Он считывает, что от него давят родные, а родные. А родственные связи для него очень важны. То есть, я пытаюсь ему донести, что... Так. Значит. Огрызается пацан у меня, как кричит, стал очень нервный, неразговорчивый, всё время сидит в телефоне. Ну, это скорее, опять же, следствие тяжелого периода. То есть, я пытаюсь ему донести, что он не прав, в чём не прав. Я очень хочу вернуть в наши прежние отношения. Это ваше желание. Это вы ходите в внутренние отношения. Мужчины такие причём. Понимаете, вот как бы в чём проявляется отсутствие личной ответственности, она проявляется в этом. В том, что вы чего-то хотите, да, но возлагаете ответственность за это. На мужчину. Вам нужны отношения, но ответственность возлагаете вы, опять же, на мужчину. Понимаете, какая история, какая штука. То есть, вот в этом и заключается проблема. В этом и заключается сложность ваша, ну или одна из сложностей вашей. Понимаете? Дальше идём. Так. Тут надо вот ваши желания учитывать и брать за них ответственность. Мне, как очень ранимые девочки, всё это тяжело принять. Но, опять же, следствие как будто пытается выводить жалость. Понимаете? Вот у меня такое ощущение, да, возникло, что вы здесь пытаетесь жалость вызвать как бы, ну, у мужчины. А зачем? Для чего вы пытаетесь вызвать, что значит, жалость? Потому что, по-другому, по-видимому, вы не можете надеяться получить то, что вам нужно. То есть, других способов получить то, что вы хотите, у вас нет. И вы используете вот единственный такой, он доступный, видимо, для себя. Вот. Ну, это надо дискредитирует. Скорее. То есть, это именно больше дискредитирует, чем вызывает какую-то, какую-то вот, ну, обратную связь. Понимаете? Понимаете? Какая история? Подумайте, Алла, с чего вы хотите? Подумайте, Алла, что и почему вам нужно? Подумайте, конечно. Вот. В чем вы начинаетесь, условно говоря. Понимаете, да, надеюсь, о чем идет речь? Сейчас. Дальше, так. Он не сучит, остается при своем мнении. Это нормально, а вам нужно оставаться при своем мнении, но при своем мнении, вы не оставиваете. остаетесь почему-то. Вот момент, да, как бы показатель, что при своем мнении вы не остаетесь. Вот я и хочу у вас спросить, с чем это свято, что вы не остаетесь при своем мнении. Хотя это важно, это нужно, необходимо, по сути-то дело. Вот. То есть, как бы, у человека есть мнение, да, а у вас нет. Почему так? Дальше. Так, тем более, у меня первый парень, я специально плачу, я не понимаю, за что он так со мной поступает, или это какая-то особенность восточного характера, они все мужчины так себя ведут, или он разлюбил меня, или слишком молодые отношения, или у него там кто-то появился, или он просто позвал со мной, когда ему это было выгодно. Здесь просыпают ваши страхи и одиночества. Страх быть брошен. Вот. Он родом из детства, скорее всего, и работать вам нужно именно с этим. Вот. То есть, это все страх работает. А на самом деле, как бы, причина его поведения, она не в вас. Причина его поведения, она не связана с вами, вообще никак. Потому что, как бы, у человека просто проблемы. Вот. Все. Ну, то есть, как бы, да, он, он себя проявил не очень хорошо. Вот. Конечно, да, он проявил себя не очень хорошо. Но у него есть, как бы, сейчас проблемы. Вот. Я не говорю вам, там, пытаться его как-то понять, да, или принять, я, безусловно, не хочу сказать. Вот. Вот. Но, тем не менее. Ситуация, она, именно, именно такая. Вот. То есть, тут такой, такой, ну, такой есть момент, да. Очень важный момент. Как вот, я надеюсь, вы понимаете, понимаете. Дальше идем. Так. А дальше вы просто начинаете перечислять свои строки, гадать. Помогите, как мне дальше быть. А, значит, как дальше быть, чтобы что? Знаете, если отношения гармонизировать, это одно, если в себе разобраться, это немножко другое. То есть, тут, как бы, момент, он такой. Вот. вот. Понимаете? Вот. То есть, тут нужно, именно, смотреть на то, чего вы хотите. Вот. Что вам нужно. По факту. Вот. Ну, как бы, на мой, на мой взгляд, да, здесь нужно от этого оптаскиваться. Вот. И уже исходя из, значит, того, что вам нужно, исходя из того, что вам нужно, да, можно будет, значит, что-то делать. Действия предпринимать. Вот. Дальше я его люблю. А что есть, что такое, что для вас любовь? Что есть любовь для вас? Устала терпеть такое несправедливое отношение к себе. Это вы позволяете? Чем это случилось? Так вот, ничем. Это грабское проявление детской позиции. Я чувствую себя очень одиноко, никому не нужный и разочарованный, что люди могут быть вот такими, вот такими. Вот, собственно, здесь и вскрылся, по сути, ваш основной страх, да, что, ну вот, что вы боитесь, ну, что вас бросят, как бы, ну вот. Вот если откроется у вас тот страх, то вы чувствуете себя ненужно, что вы себя до конца не принимаете такой, какая вы есть, да, вы себя не принимаете до конца. И вот с этим нужно работать в первую очередь, понимаете, какая что ли, с этим нужно работать в первую очередь. Вы не чувствовали себя брошенной. Вот. Как вы говорите, к примеру. Вот. Вот это, вот это важно. Очень важно. Это очень важный момент. Для вас. Очень важный момент. То есть, понимаете, да, какая история получается? Получается, получается, такая история, что вы из-за того, что чувствуете себя, значит, как-то вот, ну, одиноко, да. Вот. Из-за того, что вы чувствуете себя одиноко, из-за этого вы пытаетесь вернуть отношения. Вот. Свои. Но, получается, 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 как, как бы, получается, что нужно, нужно, именно, именно нужно, в первую очередь, да, это вам, получается. Вот. И вот вам необходимо определиться, значит, с тем, что представляют из себя ваши желания. Желания. И перестать в любом случае, да, вот, ну, в любом случае, при любом раскладе, да, значит, чувствовать себя так, как вы чувствуете. То есть, униженные, то есть, униженные, там, и так далее. Вот. Знаете, какая история. Вот это вот, собственно, то, что, ну, то, что необходимо, то, что необходимо сделать. Тогда вы и, значит, отношения будете выстраивать, ну, гораздо лучше. Вот. То есть, вам будет гораздо комфортнее выстраивать отношения с мужчинами. Ну, вот. То есть, тут, как бы, вот, такая история. Но вопрос заключается, опять же, в том, эмм. Готовы ли вы к этому, к этому, готовы ли вы к дому, чтобы, к примеру, меняться, да? Вот, вот, в принципе, такая история. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать их в личку. Ну, я буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Я вам желаю всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok